мы этот эксперимент в узлово проведем с вами или без вас мерить будут совершенно посторонние люди которые не являются членами моей команды напрямую и я на них назовить не могу вот мы проведем эксперимент а кто как будет дальше интерпретировать это не моя проблема я высказал он тем высказыванием что поставил в интернет что мы когда я сказал что мы уверены на сто процентов а вы на тысячу я показал что и салли и иванов таким образом отвечают за свою работу если александр каравайкин позвольте сказать если александр каравайкин хочет эту работу скажем так сделать как бы в каким-то фейком то эта проблема александр каравайкина и людей которые ему верят я отвечаю за свою работу поэтому этот ивановка типичный подонок кто подонок а я подонок давайте стоп стоп без всяких грубости пожалуйста александр ну вы за культурный человек не нужно обзываться вот у меня вопрос к николаевичу вот он собирается сделать там вместе с вами без вас неважно там с помощью допустим в этом озере искусственном значит в усово а примерно дату время когда это вы собираетесь чтобы нам как-то подготовиться быть к этому готовыми а все все эти вещи будут в принципе озвучены и ни от кого ничего скрывать не будем кто хочет подъехать подъедет кто не захочет тот пускай смотрит прямую трансляцию вот ярослава старухина устраивают так эксперименты ну казалось бы да надо спросить давайте согласую когда вы можете когда мы можем ну они сделают все чтобы они сделали провели это все в своем кругу александр александр но вы сказали что раньше 15 сентября вы не можете принципиально да значит опыт и без вас будет повторен я думал ну допустим в августе например значит будет сделано так значит корабль будет проведены эксперименты до 15 сентября до 15 сентября значит корабль будет находиться в ушел и пожалуйста с любой командой там будет у вас самое уже все там будет ярослав там будет руководитель лаборатории узла он вам может предоставить корабль да он вам все подключит и вы без меня можете все замерить без меня без какое-либо навязывание своего мне единственное что я вам могу сказать вполне определен что значит формула планка работает но она работает не так как вы думаете как только мы имеем дело с системой осцилляторов которые имеют исчезающие малые размеры то для системы давайте мы прекратим эту вообще-то вот этот балаган а повторяю еще раз нам плевать на ваши осцилляторы нам нужно просто 5 5 минут чтобы измерить а частоты между ними амплитуды вот потом вы будете объяснять заранее говорить на все это она работает при равных частотах а у вас вам для по вашей поле кучности нужны раз одинаковые частоты и на и нам нужно мы только хотим проверить то что вы заявляете одинаковые амплитуды потому что если будут разные амплитуды то тоже не будет полей кучности тоже не будет стоячей волны потому что одна будет сторона будет 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 полностью покрывать другую и там она будет ее гасить будет выше чем с другой то она будет одна волна будет гасить другую какие там поля кучность какая-то можно я решаюсь пожалуйста скайворки слушаем скайворки александр смотрите это самое ну вы сегодня как-то опять эмоционально зачем-то николаевич и николаевич обозвали подонкам мне кажется это лишнее вот и второй момент давайте знаете как определимся тогда если у нас будут два эксперимента в принципе независимых в августе и в сентябре да зачем это делать два зачем этот балаган устраивать нет а вы можете на в августе же не появляться в сентябре просто проведем оказывается я меняю условия вчера мы договорились по одному сегодня уже вас по-другому а венват буду я не путь причем не зависит независимые независимые вместе соберем мы так же два раза соберемся и в сентябре его совместный будет после пятнадцатого сентября а до этого юрий николаевич может делать хоть десять раз испытания почему нет зачем запрещать а можно просто пропаде сарсане я просто скажу вот в этот момент пока в августе будет эксперимент я вот александр предлагаю вам записать тезис на что надо проверить согласно вашей как бы позиции и мы это проверить я с этим полностью поддерживаю да вы единственные вообще с кем можно разговаривать толково и спокойно это вы без провокации во первых мне объяснить зачем нужны эти споры ну это попытка провокации вывести без равновесия ну зачем это нужно один платит 70 другой 700 потому что я сказал что я там что-то хорошо зарабатывать зачем это делать ну это хамство нормальный человек может такой пойти в прошлом эфире сказали что этот зарабатывание денег это вы прошлом эфире тогда вам просто надо следить словами вы же сказали я готов платить 700 тысяч а пусть иванов платить я сказал прошлом эфире ну конечно я же помню это можно пересмотреть это помню хорошо предыдущий предыдущих мы спор уже был у нас один предыдущий спор просто я призываю людей следить за своими словами вот внимательно потому что потом начинается я этого не говорил там и прочее два раза однажды уже спорили ну александр просто надо следить просто следующий раз давайте остановимся александр у меня вот вопрос такой просто к тебе вопрос чисто по науке не без обзывательств без всего вот чисто по эксперименту слышишь меня пытаюсь вот смотри если на динамиках которые стоят под лодочкой будет одинаковая амплитуда и одинаковая частота но сдвиг фаз небольшой будет между ними мы говорим что лодочка поплывет что по этому поводу скажешь ты частота и амплитуда одинаковые я я и говорю что наша скромная мечта только это и проверить потому что исходя из понятия вы как будто вот вы какие-то абсолютно тупицы что ли я не знаю вот так с вами разговаривать 50 раз повторяю что наши мы задал вопрос конкретно всякого вот этого вот наша мечта она полностью совпадает с вашей вы утверждаете что ваша ритмодомическая лодка по вашим принципам будет двигаться при условии если частоты одинаковые амплитуда одинаковые на есть двиг фаз наногори мы с этим полностью согласны абсолютно согласна если это будет это если это произойдет действительно это чудо мы согласны с этим согласны с тем что если это произойдёт мы-то знаем что это произойдет взять перед экспериментом взятьул лодку значит познакомимся с электрической схемы она до diamonds и там не очень сложный элементарный да конечно три прибора первый частотомер второй осциллограф третий какой-то очень хороший вот мультиметр измерить измерить амплитуду и напряжение подаваемые согласен полностью согласен то есть два одинаковых динамика естественно одинаково подается напряжение чтобы были амплитуды соответственно все будет идентично но в пределах допуска нужно чтобы это чтобы был наш представитель чтобы было видно что ради бога хоть 10 ваших представителей все будущее прыгнем вот она поплыла какие ваши глаза и какие ваши действия что я думаю что мы и вчера об этом и говорили что если она поплывет то глаза будут квадратные только у меня а у всей мировой науки потому что за 300 лет александр вот она поплыла лодочка какие действия для юры и для ритма динамика вы конкретно ты предпримешь чтобы в плане продвижения я вот это теперь уже хочу услышать ну во первых у меня во первых но я могу с этим удивительным это действительно удивительный это в общем это мира просто значительные события вообще я с этим поделюсь со своими знакомыми людьми которые занимаются в том числе финансированием альтернативных исследователей в россии люди состоятельные я во первых свяжусь с теми кто уже работает находится на финансировании вот расскажу им про такое вот удивительное дело что вопрос объясню что вот я вот не верил что вот такая была история что я подставился и что вот мы провели действительно то есть ну попытаюсь заинтересовать я знаю что эти люди они вообще хватаются за любой что-то значимое если 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 их эксперт и говорят что это значимое они хватаются и финансируем а те люди которым я могу связаться они действительно входит в этот экспортный совет их я не вхожу в этот экспортный совет а они входят хорошо тогда в наших интересах это как можно быстрее все сделал да но здесь одно но я вчера это объясню что к сожалению 1 августа было человек которому я верю которым я могу это поручить и который находится на работе это мой сотрудник он к сожалению он спиром слушал вот он столько вот в этот поют коронавируса выдержал и работал и сейчас нагружать им я просто бы не хотела ты зачем когда выйдет из отпуска я вчера если бы внимательно слушали сказал что он начале сентября выходит ну давайте мы гарантированно скажем это будет 15 александр 5 буквально я сейчас скажу я вчера сказал что в пятнадцать пятнадцатого сентября давайте мы выработаем открытый день и соберемся я в этот день могу пригла попытаюсь даже пригласить людей из этого экспортного совета меня поедет а не поедет а не это все максим дайте я сюда говорю все же важно я же отвечаю за свои слова юрий николаевич знает что меня еще в начале 90-х годов нельзя при мне не зря привлекли к этим исследованиям потому что тут я тогда уже что-то какие-то работы делал и вот у меня и ажа-жа и летчик космонавт попович назначили главным в приборном вопросе в исследовании ну такой центр финансово очень богатой организации тогда и было много кандидатов меня совсем молодого на это назначили то есть это авторитет я имел тогда уже хотя мне было меньше тридцати лет и сейчас это авторитет я продолжаю иметь вот влияние все знают что такое каравайте вот это имя для тех кто знает после эксперимента увидим может для вас может для вас это ничто не значит и метров а в той в тех кругах это значит очень много 15 сентября мы бы мы бы могли бы сделать устроить серьезное мероприятие вы бы выбор к 15 сентября я вчера призывал вас подготовились в качестве вашей подготовки я не имею ничего против если в качестве вашей подготовки вы не будете провокациями заниматься а вы вот соберетесь пожалуйста под гидрой глобальной волны проведете предварительный эксперимент память измерить и у себя внутри вас можете снимать это может не снимать внутри себя пожалуйста внутри себя это делайте вот только устройки для нас если вам вы заинтересованы в серьезных вещах то мы пришлем серьезного человека может не одному нашего чтобы он тоже в этом если вы заинтересованы если они увидят что все честно нет таких манипуляций и фальсификаций то для вас это будет для вас это будет значение большая и большая выгода в перспективе конечно в перспективе не сразу а если вы заинтересованы но в чем в провокациях спорах да вот устраивание я я отдам лодку да потом и доделайте что хотите зачем это все нужно это это не стоит и это не конструктивно конструктивно вот как я говорю назначим мы в конце августа может начали первых числах сентября назначим после в радио не 15 сентября вот в этих где-то датах мы сейчас ничем не противоречим мы сейчас можем в августе обкатать и поснимать это что-то потом сентябре проведем еще добавить и николаевича чтобы у меня на эти споры не устраивал этот скандал не устраивал и вы тоже не устраивали а вы сейчас в августе откатаете да я вчера это помогал чтобы не было вопросов а тут такие разговоры что вот она будет там валяться вы приедете что хотите делать мы тоже не заинтересованы в этом подождите мы заинтересованы чтобы устроить серьезную вещь где будут представители динамики они будут сидеть где они скажут да вот продукт продукт за который мы отвечаем там одинаковые частоты одинаковые амплитуды мы их измерим поставим лодку на поплыву а дальше если она поплывет вы можете что угодно если вы покажете что при этом вы меняете сдвиги она в разную сторону плывет это будет еще более шикарно я вчера об этом сказал но но главное надо вначале чтобы показать что одинаковые частоты одинаковые амплитуды одинаковые напряжение падение напряжения на утех и замечательных то есть три прибора чистомер осциллограф и хороший мультимер первым чистомером частоту измеряем с точностью до герца мы вчера с иваном определили это с точностью до герца второе значит амплитуду колебания максимально возможно чувствительность осциллографа какой не знаю в лаборатуре есть я не знаю мы свой можем прийти очень чувствительный и хороший мультимер чтобы померить напряжение на этих самых на излучателя там не будет большой частоты учитывая то что это вода поэтому там там не будет большой частоты к сожалению мы не знаем никаких параметров если бы вы знаете когда научная работа серьезно печатается или пишется то люди говорят вот лодка излучает на такой-то частоте на одном излучателя такая-то интенсивная на другом такая-то частота такая направом что на левом то есть в работе даются не просто видео на такого плохая научная работа на которой на которую которые которые можно что-то понять у вас непонятно ничего никакая частота никакое напряжение подается ничего не выдержите все все эти поэтому мы не знаем ничего это как-то черный код в мешке это вызывает тоже Александр, я прошу что-то на это, потому что все понятно все расписано. Александр. Я конкретные вещи, чтобы не обижались на это. Мы уже обговорили конкретные вещи, а вот сейчас ты несешь просто уже какую-то вот, ну, такую ерунду, которую говоришь, ничего не написано, ничего не понятно. Все написано, все понятно, даже мне, без всякого лучшего образования. Я не видел, какое напряжение подается. Какая частота она подается на излучателе. Мы уже обговорили. Хотя бы сейчас скажите, какая. Любая, ты можешь провести любая. На лодке там может порядка 20 тысяч герц. Ну и звучатель звуковой стоит, елки-палки, высокочастотный. Он имеет в виду, буквально 5 минут скажу. Он имеет в виду, что было показано видео вот это с 2017 года, где лодочка в бассейне, да? А видео как бы, ну, видео-видео, лодочка плывет, на научной работы никакой не было, где все было детально написано. Да, присылания никакого, работы же нету. Какой в данный, вот в данный момент, какая использовалась частота, какая использовалась амплитуда, что подавал, какой вид, какой излучатель. Надо им сказать, вот в моих работах, да, если я использовал, то это, допустим, поэтому, да, поэтому Александр вполне резонно, если человек не, ну, как бы, не вникает в ритмодинамические тонкости, он вполне резонно может подумать, что там действительно импульсы какие-то проходят и прочие вещи. Хорошо, то же самое по вашим методикам. Вы говорите, а там еще хуже. Тут вы хотя бы видео показываете. А там вообще ничего не видите. Мы увидели свещение полос. Ну, снимите на видео хотя бы это. Знаете, вот я, вот я сейчас, три секунды, вы меня перебиваете, я скажу, вот три секунды, вы трепетесь же сутками, а я захожу на 15 минут, и вы потом это все выкладываете по глобальной волне, и все это слушают тысячи людей. Вот я сегодня разговариваю, у меня вот друг, мой астроном, профессиональный, он закончил МГУ, астрофаг, и мы с ним, я с ним с детства дружу, мы с ним вместе ходили, чем в астрономический кружок, и наукой начинали вместе заниматься еще в Доме пионера. Вот я с ним разговаривал сегодня по этому поводу, вот упросил его буквально, чтобы он познакомился с работой методик. Он профессиональный астроном, он работает в ГАИШе, еще с одним профессиональным астрономом, тоже мой друг, он тоже работает, работа имеет в ГАИШе, работает в заведующем лаборатории. Всем в самом расходе силы, около 50 лет всем. Тому и другому направил работу методик Иванова. Они говорят, слушайте, ну вот ведь нет ничего, результатов никаких нет. Вот написано, вот какие-то перечены этих расчетов, мы обнаружили вот с дверью. Вот они говорят, вы хотя бы спросите их на словах. Вот сейчас тут Юрий Николаевич Иванов. Я хочу спросить вопрос, который по методикам задает, задает профессиональный астроном. Сразу два. Они все спрашивают. Вот смотрите, вот перед ними, вот они в руках держат этот прибор. Вот они начинают движение с ускорения. Решетки смещаются. Куда? Право-лево? Первый вопрос. Потом скорость набралась, ускорение закончилось, пошла постоянная скорость. Вопрос сразу к Иванову. Сейчас. Пусть он ответит. Что? В момент, когда скорость приобрела постоянную скорость, что решетка перепрыгнула в первое положение, или она осталась на месте? А что? Тихо, секунду. Потом, когда поезд затормаживается, что они поползли, она перепрыгнула, а когда затормаживается, поползла в другую сторону. Ведь вот очень важный момент, Юрий Николаевич, вы наблюдали за поведением вот этой самой решетки в момент движения. Скажите сейчас нам всем, эта запись ведется, ведется, я не знаю, значит, скажите нам, пожалуйста, сейчас всем. Первый вопрос. Вот в момент набора скорости ваша решетка полезла влево или вправо. Первый вопрос. После окончания набирания скорости, когда поезд приобрел постоянную скорость, перепрыгнула ли она в нулевое положение, потому что, исходя из вашей работы, значится, что она должна, после, после, когда она набирает скорость, решетка ползет, вся картина интерферационная ползет. А как скорость стала постоянная, значит, нет же ничего. Она должна в ноль, она опять должна впрыгнуть. на место. А когда тормозится, что она в другую сторону налево ползет, или как? А когда поезд останавливается, она перепрыгнует на место, как это происходит? Вот вы нам это скажите. Вы же наблюдали? Если бы сняли это на видео и продемонстрировали бы всем, мы бы знали. А вот, Юрий Николаевич, вы можете сказать сейчас, как ведет себя интерферационная картина в момент разгона, постоянной скорости и торможения. Вы можете на этот вопрос посмотреть? Можно ли я отвечу? Да, конечно. Пускай Иванов отбить. Зачем мне нужен Немков? Да, конечно. Когда поезд набирает постоянную скорость. Нет, нет, когда поезд набирает, идет с ускорением, что происходит? Значит, когда набираем, ускорение, картина смещается, когда постоянная скорость. Вправо-влево куда? Это все зависит от настройки прибора. Это неважно. Допустим, при определенной настройке вашей, какой-то конкретный. Да, она смещается. Допустим, вправо, да? Пускай будет вправо, либо влево. Все зависит от положения. Допустим, вправо-вправо. Вот когда набирает, поезд набирает скорость, она смещается вправо. Перестает смещаться и остается в новом положении. Когда поезд набрал скорость, то решетка сместилась и осталась в этом положении, правильно? Да, в новом положении. А когда поезд тормозится, что происходит? Она обратно возвращается на место, да? Дело в том, что наша задача была провести эксперимент на качественном уровне, а не на количественном. Задача эксперимента состояла в том, чтобы, первое, посмотреть, реагирует ли вот на... Давайте мы не будем балаганом. Я вас спрошу, пожалуйста, вы не ответили на вопрос. Когда она набирает с ускорением, она сместилась, вылезла справа, потом, когда поезд набрал постоянную скорость, она остановилась на месте, когда она начала тормозиться, что произошло? Если у вас будет точечный источник с большой дневной кабинетности, тогда этот интерфтерометр обязан работать так же, как интерфтерометр Саньяк. Пока раскручивается колесо, полосы ползут, когда колесо тормозится, полосы возвращаются обратно. Здесь мы имеем дело с очень сложной системой, потому что сам по себе излучатель зеленого спектра, он состоит из множества... Давайте будем экономить время общее, ваше и наше. Нас очень интересует, Юрий Николаевич, пока это не интересует. Либо мы слушаем, либо мы прекращаем объяснять. Я же спросил просто, когда мы с вами дошли до половины, вы сказали, что при ускорении смещается интерферационная карантина вправо, когда поезд набрал скорость, она осталась на месте. У меня вопрос всего лишь, скажите, когда тормозится, на место встает или нет? Она стремится к месту, но не совсем так, как хотелось бы. Поэтому этот вопрос... Короче говоря, начинает смещаться на место. Правильно я вас понял? Да, пытается, по крайней мере. Как пытается? Как пытается? Что вы наблюдаете? Либо слушаем, либо перебиваем. Это не способ выяснить истину. Когда вы начинаете рассматривать схему в целом, то вы понимаете, что сам по себе лазер-блок устройства состоит из множества элементов фактически. что происходит внутри этих... Мы не имеем дела с точечным источником. То есть было бы идеально, если бы у нас горела, условно говоря, свечка, да, длина конверентности квантов была бы там 10 метров, это идеальный вариант, когда у нас точечный источник, тогда мы можем получить те данные, которые рассчитаны. Но так как мы имеем дело с очень сложной системой, где сам по себе излучатель лазерный, то есть лазерный диод, дальше идет, скажем так, два преобразования. Стоит одна пластина, которая повышает, понижает частоту, потому что лазерный диод настроен либо на 1064 длина волны. Ну, скорее всего, да. То есть двойное преобразование сигнала. И вот как ведут себя эти элементы, вот именно эти элементы, они ведут себя непредсказуемо. И мы не можем, скажем так, отвечать до конца а то вот именно за этот блок. Но на выходе значит, есть тенденция при ускорении полосы смещаются, при наборе скорости скорость стабилизируется полосы остаются на месте, так, а при торможении происходит, я буду говорить честно, то есть иногда мы наблюдаем, я не знаю от чего это зависит, это большое неокр должно произойти, иногда мы наблюдаем возврат, частичный возврат картинки обратно при торможении, либо иногда на одну-две полосы они наоборот идут вперед, но при ускорении очень четко наблюдается смещение полос, причем три-четыре полосы смещаются, это очень сильный результат для интерференции, для интерференции, понятно, а там дальше, ребят, там очень сложная система, мы не знаем, что такое, как себя ведет свет всех людьми, я понял, давайте будем время до другой экономить, все понятно, я вам еще хочу сказать, что, во-первых, пожелание сначала, когда вы будете, вот вы сейчас строители уже построили гораздо более чувствительный, я понимаю, прибор, удивительно, почему при этом, вы все должны же снимать на видео, потому что, если наблюдаете визуально, то, наверное, лучше снять, потом еще раз посмотреть, одну секундочку, я прошу просто вас, подождите, не перебивайте меня, теперь уж вы меня не перебиваете, выложить в интернет, это, во-первых, во-вторых, во-вторых, то, что сейчас вы сказали о том, что, когда идет ускорение, полосы спрещаются, допустим, вправо, а когда поезд набрал скорость и они на месте находятся, вот этот момент, он находится в прямом противоречии с вашей работой, потому что, как сказали странному профессионалу, исходя из вашей работы, когда полосы, когда поезд набрал скорость, исходя из вашей работы, из теоретической части, они должны прыгнуть сразу в новое положение. Ну, плохие профессионалы, значит. Я объясню. Вы, почему, потому что вы же сами пишете, что при постоянной скорости доплеровского эффекта не происходит. Если доплеровского эффекта не происходит, значит, нет эффектов, нет эффектов, никаких на картине не должно быть. А вы неоднократно там это указываете, секунду, секунду, к тому же, там, если поставить вашу формуле 0, они говорят, то есть, когда нет доплеровского эффекта, как раз такое и получается. Поэтому, если они плохие профессионалы, значит, не могут считать. Хотя, еще раз повторяю, что когда отсутствует ускорение, а скорость постоянно, исходя из вашей работы, доплеровского эффекта не происходит. И формуле у вас в числителе, если ставить 0, то и вся формула будет тоже 0. Александр? Так, секунду, я закончу. Давайте мы хорошо, я понял мои пожелания на будущее. Давайте, когда вы построите более, более чувствительный прибор, а если вы сейчас, у вас уже снята сейчас картинка ваша, то, знаете, как было, Юрий Николаевич, было хорошо сделать, чтобы ответить над таким-то оголтелым критиком, как я, и которые могут возникнуть чуть хуже, чем я. Да, они обязательно возникнут. Вот. Значит, если только вы обратитесь в серьезную организацию финансирования, которую финансирует какая-то коммерческая структура, там еще более критики оголтелой, чем я, которые, не все же хотят, чтобы это там продолжалось, да, это исследование. вы сделаете вы сделаете так, возьмите вот эту картинку, видео, наполовинку делаете интерферационную картину, наполовинку что снимает вот в окно другая камера, то есть поезд разгоняется, видно, вот разгоняется, да, потом поезд, можно в комментариях где-то давать надписи, вот скорость постоянно, вот скорость постоянно, ваши комментарии этой картинки, чтобы были какие-то, да, потом, допустим, поезд тормозится, вот каким образом картинки дальше. Александр, вы как-то... Тихо, это просто положение, теперь, ребят, давайте мы, у меня время просто мое выходит, я должен сейчас уйти, у меня идет все с измерением, и я... Вы когда-нибудь интерферометр на поезде возили? Вы знаете, что для интерферометра всегда строятся, особенно для сверхчувствительного, огромные платформы, чтобы не было никакой тряски. Да, вот это удивительно, мы об этом это уже говорим, мы же об этом и забыли, конечно, отсюда присесть, понятно. Огромная проблема. Да, да, да. Вот интересно на видео вашу картинку увидеть, потому я и говорю, картиночку бы на видео посмотреть. Александр, дело в том, что такого рода эксперименты должны государственно финансироваться или кем-то, а тут все из своего кармана, а вам еще и фильм покажи, очень качественно и то еще. Если вы хотите, чтобы люди поверили в этом, надо все предоставить, а не частичную информацию давать. Давайте с методиками, с методиками. Чтобы у нас астрономы хотя бы с ритмодинамикой ознакомились. С методиками, давайте мы закончим. Я выразил вам на будущее пожелание, потому что не будут все представители ездить на метро вместе с вами, а на видео бы они посмотрели. Поэтому давайте мы закончим с методиками, тут все ясно. А что касается нашего с вами эксперимента, если вы заинтересованы в его проведении, в реальном выяснении ситуации, вот по поводу лодки, давайте мы сделаем так. Вот вам здесь на весь август на отладку вашей установки, вы можете снять видео, вы можете выложить на глобальной волне, можете продолжить вашу рекламную кампанию, что хотите. Давайте мы с вами договоримся, что в районе 15 сентября мы все-таки договоримся, что от вас будет все-таки какой-то представитель. Вчера вы, например, даже хотели, насколько я помню, вот Максиму вашему даже говорили, что вы ему оплатите дорогу до Москвы. Я, наверное, не в Москве. Я в сентябре смогу точно приехать, поэтому я здесь... Вот. Я простой. Человек, желательно, нам желательно, чтобы был не просто представитель этой динамики, а чтобы был специалист, который бы принимал участие в наладке, чтобы со схемой разбирался. Александр, мы же сказали, что Солынина попробуем пригласить. Да, хорошо. Максим, еще раз, я еще раз прошу вас, пожалуйста, давайте мы пригласим этого Солынина, ради бога, чтобы был специалист. Ну да, Евгений Солынин, инженер наш, который очень продвинутый в этом плане. Последний вопрос. Последний вопрос вам, Александр. Потом можете идти, потому что у вас нет времени. Ваше мнение на сегодня. Должна плыть лодка или нет за счет сдвига фаз при равенстве частот и анклитон? Я уже устал это повторять. Вот на глобальной волне меня спросил об этом Ярослав Старутин. Что ожидается? Я написал там, что исходя из классических научных подходов, что любая волна, она обладает и волновыми, и корпускулярными свойствами. Одновременно. Любая волна. Это называется волновой корпускулярный дуализм. Любая волна обладает дуализмом. Вот такой термин есть. То есть, двоякости. Есть волновые свойства, есть корпускулярные свойства. Вопрос не об этом. Вы вопрос задали, я отвечаю. Я отвечаю, что любое движение лодки, исходя из классических понятий научных, вот сейчас, оно может быть вызвано не волновыми, как у вас, вот с демиумфаз, а корпускулярными свойствами, связанными с моментом импульса. момент импульса возникает только если имеется градация, то есть, различие в частотах между излучателями, первая возможность, и вторая, если разные интенсивности взаимодействий на этих ваших излучателях. То есть, если один выбрасывает больше, другой меньше волны, тогда проявляются корпускулярные свойства, которые выражает формула планка для момента импульса любой волны. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, поплывет ли лодка, я отвечаю вам тысячный раз при одинаковых частотах, которые заложены в ритмодинамике, и при одинаковых амплитудах, которые заложены в ритмодинамике. Мы с вами единые, потому можно найти какое-то общее понятие, общий договориться здесь, при равенстве этих понятий, которые декларируют ритмодинамика, движения быть не может. Потому что в этом случае корпускулярные свойства по планку будут отсутствовать. А вы говорите, нет, а вот волновые свойства все-таки будут проявляться. И у нас двигфаз будет двигаться. Мы это и проверяем. одинаковые частоты будут зафиксированы перед экспериментом и одинаковые амплитуды будут зафиксированы перед экспериментом, и мы в этом убедимся, наши специалисты в этом убедятся, а вы при том, что это равно, это равно, возьмите лодочку, положите ее, и она поплывет. То есть мы не будем мерить ваши фазовые сдвигия. Вы их сами обеспечите. одинаковые частоты одинаковой амплитуды и одновременно обеспечиваете сдвиг по фазам, которые мы даже мерить не будем, нам это неинтересно. Второй вопрос, последний, опять последний. Если будет сдвиг фаз равный 1 Гц, то лодка будет быть только в одном направлении? Значит, если у вас будет сдвиг фаз в 1 Гц, то это уже будет работать, а вы можете этот Гц переключать с конца в конец. Мы же не знаем, что будет еще. Нет, мы зафиксировали все. Вот разница 1 Гц. Как поведет себя лодка? Николаевич, так это разница в частотах уже получается. Да. Там просто Александр там такой момент, который сломает всю импульс. Не подсказывай ничего. Я тебе сколько раз говорил самое все понял, я молчу. Если у вас будет разница в 1 Гц между ними, так? 1 Гц. Мы сразу говорим, что работают корпускулярные механизмы. Дальше, дальше. Вот мы измеряем разницу в 1 Гц, она плывет у вас в одну сторону. Так? Потом вы что-то перещелкиваете. Ничего не перещелкиваем. А что вы делаете? Просто установили разницу 1 Гц, как поведет себя лодка. мы берем лодку разница в 1 Гц. Она у вас плывет в одну сторону, так? Так, да. Так, Чтобы она поплыла при одном Гц и в другую сторону. Нет, вы будете щелкать или что делать? Нет, ничего не будем делать. А что? Александр, а вы-то что говорите? Мы-то знаем, что будет. Зачем нас вытягиваете? вы говорите, намекаете мне на то, что при разнице в 1 Гц вы можете сделать движение в одну и в другую сторону, то я просто уже вперед вас говорю об этом, то мы на это тоже согласимся. Но при одном условии, если разница в 1 Гц на одной больше, на другой меньше, будет на одних и тех же излучателях. Допустим, у носового 1 Гц меньше у кормового на 1 Гц больше, лодка плывет налево. Дальше. У носового на 1 Гц меньше, а у кормового на 1 Гц больше, лодка плет вправо. Тогда мы согласны. Хорошо. Если разница в частотах, разница с частотах будет изменно, а движения будут в разные стороны, я думаю, что это тоже может рассматриваться как чудо. Хорошо. Если при этом будет и частота меняться, кормового меньше, а в другом случае кормового больше, то это чушь. Хорошо. Значит, ответ удовлетворитель удовлетворяет меня. Спасибо. То есть, это сейчас идет запись, чтобы... А я хочу четко, меня вот не удовлетворяют, потому что очень много было говорили со стороны Александра. Я хочу сказать одно, чтобы было четко да или нет. Вот ответ знающего человека, когда установлены все данные. Я говорю про данные. На одном динамике и на втором одинаковая частота. На одном динамике и на втором одинаковая амплитуда. И осуществляется небольшой сдвиг фаз. Лодка плывет. Да или нет? Александр Каравакин, ответьте. Слушайте, я уже устал говорить, ребята. Без говорим не да или нет, это для меня лично. Да, 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 да. И даже Иванов сказал, что если будет разница, все-таки будет разница в один герц, я и на это сказал да. Подожди, Александр, вот ты опять начинаешь замыливать. Я сказал, это для меня ответ. Сделай, пожалуйста. Да, да, Димков, для тебя, для велосипедиста. Я тысячу раз готов повторить, что, что, если частоты будут одинаковы с точностью до герца на кормовом и на носовом, и амплитуды будут равны, по крайней мере, с точностью до 10 микровольт, по крайней мере, то да. Потом Иванов сказал, а если все-таки будет разница в один герц, я сказал, и на это да. Ой, Александр, ты опять начинаешь говорить, вот лодка, по-твоему, поплывет или нет, если будут одинаковые амплитуды и частоты. Я уже устал, это полный идиотизм, ну я тысячу раз сказал тебе да. Так ты не выставляйся идиотом, ты скажи, поплывет лодка или нет. Вот все здесь в линейке. Исходя из классических моментов, лодка не должна плыть. Все, мы осуществляем сдвиг фаз, потому что вы это не рассматриваете вообще. И лодка плывет. Каравайкин и со своими фазами... Тихо, тихо. А, да, ну да. А вы, да, да, вы делаете, что хотите. Да, Каравайкин и социалистами говорят, что лодка не поплывет. Амплитуды вы с фазами можете делать все. Не надо никаких амплитуд больше. Все. Александр Каравайкин сказал, что лодка не поплывет при одинаковых амплитудах и частотах. А мы говорим, что если сделать небольшой сдвиг фаз, лодка плывет. Все. Да, все. Я вот 50 раз, 50 тысяч раз говорю, да, 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 это и нужно проверить. Это и нужно проверить. Еще тысячу раз сказать мне это. Просто сразу хочу сказать, ты говоришь еще про своих специалистов, ты же на них опираешься. Они также должны делать квадратные глаза. Понимаешь, в чем дело? Да, весь мир сделает квадратные глаза. Весь мир сделает. Сначала мои специалисты, а потом и весь мир сделает квадратные глаза. Все сделают. Не волнуйтесь. За глазами вы насладитесь квадратными глаз со всей планеты. Давайте начнем с 15 сентября сделайте квадратные глаза у наших специалистов. Я останавливаю запись. Спасибо за субтитры Алексею